Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы будем готовить запеченные баклажаны с яйцами и сыром. Этот рецепт я нашла в старой грузинской кулинарной книге 1954 года. К сожалению, он немного подзавит современной грузинской кулинарией, но блюдо получается очень вкусным. Давайте же приготовим его! Ингредиенты очень простые. На 2 порции я взяла 4 баклажана. Когда вы будете их выбирать, постарайтесь выбрать круглые баклажаны вместо длинных. Также нам понадобится сыр 200 грамм. Лучший сыр для этого рецепта это сулгуд. 2 яйца. Грузинские мазоны. У меня здесь прекрасная замена грузинскому мазону. Это вот такой вот греческий йогурт. Это 200 грамм. Также нам понадобится 50 граммов масла и соль. Сначала мы должны вырезать середину у наших баклажанов. Для этого я отрезаю конечные части баклажанов и вырезаю квадратовую глубину. Потом я измеряю глубину этого выреза с помощью ножа и делаю уже горизонтальный надрез. И этот квадрат очень легко выходит. Вырезать первый квадрат это трудновато, но со второго раза уже получается легче. Потом я делаю надрезы на поверхность баклажана, только на коже. И в конечном счете я массажирую баклажаны с солью снаружи и особенно снутри. Соль выводит воду из баклажанов и вместе с ними коричь, которую они могут иметь. Соленые баклажаны нужно оставить на 15 минут. А пока я варю яйца вкрутую и позже их остужаю в струе холодной воды, чтобы легче было их очистить. Я мою баклажаны очень тщательно, чтобы выметь весь соль, учитывая, что часть соли все равно всасывается. Затем я заворачиваю в алюминиевой бумаге и кладу в духовку, солья не подогретую на 250 градусов Цельсия на 45 минут. В это время я смешиваю масло, яйца и сыр. Это можно сделать обокномерной пулкой. И так выглядят наши наполовину запеченные баклажаны. Я из них выковыриваю ложкой семена и делаю емкость внутри побольше. К тому же это самая соленая часть наших баклажанов, которая нам не нужна. Я закладываю внутри нашу смесь яиц, сыра и масла. И опять в духовку на 45 минут, 250 градусов Цельсия. Итак, наши баклажаны готовы. Давайте же положим на них мацони. Мацони игнорировать не надо, это неотремлемая часть блюда. Блюдо нужно есть горячим или теплым. Это очень вкусно и очень просто. Приготовьте. А я с вами увидимся на следующей неделе. До свидания и спасибо за просмотр.